Армян И усилить влияние На все международные процессы Чтобы вы всегда гордились Что вы армяне И что здесь вам хорошо Чтобы вы всегда все знали Что всем армянам мира Россия говорит Добро пожаловать И в этом большую роль Должен играть Арар Арашавирович С юбилеем Я надеюсь к своему 70-летию Возможно уже Над Арараком будет развиваться Армянский флаг Я бы так хотел Это мое пожелание Всем армянам Всего мира России и Армении С днем рождения Дорогой Арар Арашавирович Обнимем И пожелаем Всего здоровья Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели Глава армянской диаспоры в России Ара Абрамян Дал довольно скандальное интервью Суть которого Можно свести к тому Что по его словам Армяне самые хорошие Самые добрые И самые первые Но во всем Виноваты предатели И олив Барав Дзес Уважаемый Арар Абрамян Разрешите устроить Блиц-запрос Давай Кто были первые люди на земле? Ми Кто первые приняли христианство? Ми Кто убил всех динозавров? Ми Кто основал Париж? Ми Кто создал первый телевизор? Ми Кто побил все рекорды в беге? Ми А во время войны в Карабахе? Ми У кого было 10 тысяч дезертиров? У нас Кто сейчас на грани развала страны? Ми Кто победил в войне в Карабахе? Ми 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 Только мы армяне На все там вопросы напишут, что мы Только мы во всем первые Ми Ми Даже первый человек был великий Арам Амаджан А только потом Адам появился Так точно Президент Союза Армян во время интервью совершает грубые ошибки Либо намеренно манипулируя сознанием Например, Ара Абрамян утверждает, что Карабах никогда не был территорией Азербайджана Согласно международному праву Из-за интересов лоббистских групп Азербайджанцы не имеют права голоса в СМИ Поэтому никто не может доносить объективную информацию об Азербайджане А кто пытается, того либо депортируют, либо сажают, либо не пускают в эфиры Поэтому многие неазербайджанцы даже и не знают, что это не просто манипуляция, а наглая ложь Мы живем в мире, где действует верховенство международного права И согласно ему, Карабах юридически всегда был неотемлемой частью Азербайджана Даже сейчас Ханкенди является частью Азербайджана А так называемый огрызок НКР со столицы в Степанакерте Никто не признает, согласно международному праву На которое и ссылается Ара Абрамян Кроме лишь одного сумасброда Президента без государства Араика Ротюняна Другая манипуляция Ары Абрамяна в том, что Азербайджан Вместо того, чтобы дружить и решить вопрос мирно Применил военную силу Для того, чтобы понять, что это ложь Достаточно просто посмотреть состояние города Агдама Точнее его отсутствие Армяне никогда не планировали возвращать ни миллиметра оккупированных ими территорий Иначе бы они сохранили жизнь в Карабахе в течение 30 лет Но они специально все разрушили, разворовали, заминировали Везде, где только можно, выкопали окопы, траншеи и крысиные норы Они сделали все для того, чтобы ни один беженец не смог вернуться домой О чем идет речь? Мы очень хороший народ Мы трудолюбимый, мирный народ Армяне всегда вели себя хорошо Армяне всегда жили везде Дружно и мирно Неважно, какой мусульманский Или другое государство Юдизм, любой Католик и так далее Мы всегда жили дружно и мирно Для нас, армян Главная не национальность Не вера, для нас главный человек Мы любим человека Уважаем А любовь это все, это дружба Жили, которые строили И до сих пор мы гордимся нашими архитекторами Веками, которые строили Стамбул Там другие города Турция Понимаете? Очень много Вот о чем идет речь А когда приходят такие люди, как Алиев Который У него Нет достаточно Другие рычаги Чтобы держать свой народ В хорошем социальном положении Чтобы там была большая демократия Чтобы народ был обеспечен В своих социальном пакете Будущем Чтобы они понимали Что завтра Чтобы не было какие-то политические Другие вопросы Свобода И так далее Они вынуждены От себя Они постепенно Идут в другое направление Если посмотреть Алиева Что такое Алиева? Он планомерно Ежедневно Обесценивали армянский народ И армянам делал врагом Номер один Адривиджана Армяне Никогда не было врагом Адривиджана Это придумано Алиевой Его политикой Алиев забивает Тот Знаете Баку Сумгаид Забивает Что там Венгрия Сафаров Убил спящего армянина Забивает Что он там Его героизировал Так героем И он сам встречал Он армян Дел врагом Армяне Его не уважают Не принимают Он никогда не был героем И не может быть героем Он никогда не был героем Адривиджанского народа Кулак Нельзя никому Ни своего народу Ни другим народам Показывать Это не мужество Это значит Он боится Каждый раз Когда он показывает Кулак Я думаю Господи Какой слабый Алиева Разве он победитель Вот о чем идет рач Мы должны судиться Обязательно Алиевы Военно-начальникам Обязательно Международный суд Надо идти Запрещенные Права человека Запрещенный Вид оружия Понимаете Очень много вопросов есть Но Когда мы говорим Алиева Его режима Я никогда не имею Адривиджанцев Адривиджанского народа Это разные вещи Я всегда говорю У меня много друзей Адривиджанцев Огромным уважением Мы к ним остаемся Мы с ними жили Мы с ними общая дорога прошли Мы с ними победили Фашизм Так что Очень много Есть Плюсы Он готовит Новую войну Против Армения Еще большой вопрос Какой война будет Потому что Это большой вопрос То что он купил Какие-то Хорошее оружие Беспилотники И так далее У нас война не было У нас было предательство И Какое-то Знаете Превосходство Войны Превосходство Так это Постоянно не будет Она будет меняться Будет Армения Будет процветающее Сильное государство Экономическое И сильным армиям Армения Будет иметь сильную армию Развитие Армении Не для того Чтобы на кого-то нападать Мы мирный народ Именно защищать Таких агрессоров Как Алиев Мы будем дружить С Адривиджаном Мы будем дружить С Турцем Время Не только Не таких Агрессивных политики Не через кулак Кулак Это не дружба Смотрите его Как он себя ведет Карабах Никогда не было По международным правам В территории Адривиджана Никогда не было И не будет Никогда Никогда Карабахцы Гордый народ Интеллигентный Ученый Все что угодно Можно сказать Вот это Армяне наши Они вот Смотрите Как их обесценивают Как их унижают И он Постоянно говорит Я еще там Типа так Вот завтра нападу Постоянно начинает Кулаком Как это А что это Я почему и говорю Он готовится К новой войне Это Это и есть Его проблема Но этого Я не знаю Адривиджанский народ Хочет воевать Вот сегодня Смотрите Что там Тоже те люди Молодые люди Там тоже люди погибли Ему все равно что ли Сегодня там люди Тоже себе Самоубийством Заканчивают Своей жизни Адривиджанцы Ведь все Слава Богу Все соцсети есть Ведь это нормально Алиев делает выводы Победитель Себе так не ведет Он не стал победителем Выигрывал войну Но он не стал победителем В 1991 году Меня спросили Армяне Из Армении Из Еревана Кому бы я отдал Карабах Тогда было самое быстрее Я сказал армянам Но избрали другого До сих пор Карабах не у вас Субтитры сделал DimaTorzok